Привет, друганы, с вами Долгов, и это вторая часть видео о том, почему я выбрал Linux над Windows и macOS. В предыдущей части, которую я успел снять до того, как превратился в були Магуайра, я вам там подробно рассказывал о свободе, которую вы получите, если вы будете использовать Linux, а не Windows и не macOS. Ну а это уже «В чем прикол Linux?» часть 2 – минимализм. Почему «В чем прикол Linux?»? Потому что этот вопрос у меня спрашивают все те, кому я рассказываю то, что я пересел на Linux и походу навсегда. «В чем прикол Linux?» – это один из самых тупых вопросов, которые можно было бы задать. Почему? Об этом я рассказал в предыдущей части. Повторяться не буду. Гоу! Я начну с самого банального – с места на жестком диске. Мне есть с чем сравнить, потому что совсем недавно я устанавливал себе пару – Arch Linux и Windows 10. Кстати, да, у меня всегда Windows 10 стоит второй системой на всякий случай. Мало ли чего. Телефон надо перепрошить, программа какая-нибудь не работает на Linux, ну или там в Cyberpunk поиграть. Ну и японские игры там есть, такие вот, которые только на Windows. Так вот, когда я устанавливал эту пару, я начал с винды, как и полагается. Всегда надо начинать с винды, потому что винда может испортить некоторые разделы на компьютере, вызвать много проблем. Винда моя весила 40 гигабайт чистая. Вот с флешки, установленная только что. Весила 40 гигабайт. Я помню времена, когда у меня был Windows XP, я спрашивал, какого хрена она весит 4 гигабайта. Сейчас она весит 40 гигабайт. С помощью так называемого деблоуд скрипта мне удалось, чтобы она похудела у меня и стала 30 гигабайт. Но 30 гигабайт для системы – это все равно еще очень много. И я не знаю, куда делась вся эта память. Я не знаю, для чего ей 30 гигабайт. Может быть, она не на каждой системе 30 гигабайт. Может быть, ей нужны какие-то еще дополнительные системные файлы для одного компьютера. А для другого компьютера не надо. Мы никогда этого не узнаем, потому что это проприетарная система. Они делают, что хотят, и нас никто не спрашивал, сколько мы хотим, чтобы Windows сожрала у нас на жестком диске. Ну да ладно. Просто запомним то, что свежеустановленная Windows весит около 30 гигабайт или 40 гигабайт, если вам повезло, как мне. Когда я закончил с Windows, я пошел устанавливать Arch Linux с графическим решением XFCE. Это просто рабочий стол такой. Очень легкий рабочий стол, чтобы вы понимали. И это на выходе у меня было 13 с лишним гигабайт. Что входило в эти 13 гигабайт? Просто Arch Linux, который прям в виде командной строки, вообще безо всего, плюс XORG, плюс драйверы графики, плюс вся эта вот система рабочего стола, легкая XFCE, про которую я говорил. Все это 13 с лишним гигабайт. После этого я установил все программы, которые мне нужны для того, чтобы это видео попало к вам. То есть программы для видеомонтажа, а программы для графики. И все это вместе с системой у меня уже занимало до 20 гигабайт. А теперь просто почувствуйте разницу. Винда, в которой нет ничего из того, что мне нужно. Там нету ни стима, ни игр, ни программ, вообще ничего. Только вот голая винда с флешки, из которой мне еще нужно было выбивать гигабайты свободной информации. Она у меня весила 30 гигабайт. А Linux, в котором уже есть все, что мне нужно, чтобы вот прям сейчас сесть, снять видео и запульнуть его к вам в YouTube. Это у меня весит 20 гигабайт. Меньше 20, не помню, к сожалению, сколько точно. Меня этот случай просто мотивирует теперь вообще на все машины, которые попадают мне в руки, слабые, сильные, хорошие, плохие, если они для работы, а не для игр, ставить на них Linux просто прям по умолчанию. Потому что, ну, памяти будет больше свободной. Банально. На самом деле это логичная ситуация, потому что у меня установлено на Linux то, что только я установил. Вот мне нужно было прописать команду, установить это, и тогда это установлено. В случае с Windows, мне Microsoft установили все то, что они посчитали нужным. Вот зайдите сейчас в меню пуск, просто если у вас винда, посмотрите, что у вас там установлено. И просто вспомните, что вы устанавливали из этого списка огромного, то, что у вас там будет. Допустим, у вас какая-нибудь корпоративная винда, где нет ничего. Хорошо, зайдите в панель управления. Посмотрите на все вот эти вот опции, которые там появятся. Это все тоже функции. Это все тоже отдельные функции винды, и они тоже требуют дискового пространства. Зайдите в меню так называемых сервисов винды. Это тоже каждый сервис отдельная программа, которая выполняет свою функцию и тоже требует места на жестком диске. Просто представьте себе, если мы возьмем все эти функции винды, как Bluetooth, регулятор громкости, настройки экрана, рабочий стол, проводник. Все это вот возьмем и посчитаем. Вот какой дикий это будет номер. Какое дикое это будет количество. Только одним Microsoft известно. И вот это все, это ваше дисковое пространство и ваш ресурс процессора. Вы можете от многого отказаться абсолютно безболезненно, но оно здесь уже по умолчанию. И вы ничего не можете с этим поделать, потому что это проприетарная система. Вы можете отключить только то, что Microsoft разрешили вам отключить. Ну и еще плюс то, на что у вас хватит терпения и находчивости погуглить и отключить. Ситуация, похоже, знаете на что? Как если бы вы были человеком, который в супермаркете покупает только то, что вам нужно. Но при этом есть какой-то чувак, который просто накидывает вам в корзину продукты, которые он считает было бы неплохо вам купить. Ему плевать то, что вы хотите пойти домой налегке, что у вас там нет машины. Ему плевать то, что у вас нет денег, чтобы купить все это. Он просто вам накидывает все, что он считает вам пригодится. Вот херачит просто. Да купи хлеба, сыра, молока. Вот всего на свете просто. Знаете то, что вот он посчитал? То, что Microsoft посчитали нужно вам, они установят вам на компьютер, а вы потом сидите и ищите, что надо удалить, что надо отключить, чтобы компьютер хоть немножко побыстрее работал. Ну или в моем случае, просто чтоб не бесило. Потому что меня бесит, когда у меня что-то лишнее на компьютере есть, то, что мне не нужно. Кроме того, сами пакеты, которые, кстати, если что, я называю программы. Программы это и есть пакеты. Вдруг кто-то не знает. Сами пакеты весят очень мало, и в них нет просто ничего лишнего. Ну, по крайней мере, в большинстве. Вы можете выбрать, что вы установите. У многих пакетов есть альтернативы. Как правило, я выбираю всегда самые минималистичные пакеты. Например, Bluetooth у меня на компьютере контролируется пакетом под названием BlueZ. А еще для Bluetooth я использую программку, которая называется BlueMan. Она мне нужна, чтобы я просто по кнопке выключал и включал Bluetooth, подключал девайсы, а не в командах там сидел, как это делается при супер минимализме, но я не хочу. Так вот, захотел я себе все это установить, чтобы у меня просто, да как у людей, работал Bluetooth, и чтоб все было очень легко и просто. Чего мне будет это стоить? Мне нужно будет скачать 600 килобайт и занять на своем компьютере 14 мегабайт. Я потеряю 14 мегабайт после установки. А теперь возьмите, найдите рандомный абсолютно любой драйвер на винду для Bluetooth, и посмотрите, сколько будет весить установочник. Я уже молчу про сколько будет весить установленная уже версия этого драйвера. Насколько я помню, на моем Lenovo ноутбуке это было где-то 200 мегабайт, может 300 мегабайт. Когда смотришь на все то, как это устроено, просто понимаешь, что это система для людей. Это система людьми для людей. Не корпорациями для своей прибыли, а именно просто людьми для людей. Я чувствую человеческое отношение во всех этих решениях. Мне искренне приятно пользоваться этой системой. Ну, хотя моя сентиментальность не имеет никакого отношения к минимализму Линукса, но я, по-моему, исчерпывающе рассказал. Еще о минимализме по мелочам. Чтобы установить какой-то пакет, вам не нужен браузер. Если на винде, чтобы скачать Skype, или скачать Chrome, или скачать да что угодно, вам нужно обязательно зайти на сайт, скачать экзешник, установить, и вот у вас установлено. Вы можете сделать это и на Линукс, если вы хотите, если у вас есть браузер. Но что предпочитаю делать я, это просто ввести команду, название программы, и она установится. И я увижу весь процесс установки, и я буду знать, что она установилась. И это чертовски удобно. Это гораздо проще, чем открывать браузер, идти на сайт, качать экзешник, заходить в папку загрузки, двойным кликом на этом установочном файле, потом прожать все галочки, далее, далее, далее. Нет. Команда, название, пароль. Пошло. Кроме того, что это проще, это еще и безопаснее, потому что фишинговые сайты никто не отменял. Можно зайти на фейковую копию сайта, скачать зараженную программу, а потом удивляться, а что это у меня тормозит компьютер и греется так сильно. А у вас там манятся бетховены. Ну, сейчас, конечно же, это исключено, потому что защитник Windows. Защитник Windows не даст вам вообще шаг влево и шаг вправо сделать, если что-то не так. Но я не верю, что защитник Windows срабатывает в 100% случаях угроз. Я в это просто не верю. По мне, так прописать команду и название программы вручную гораздо безопаснее, потому что, если я ошибусь, просто ничего не установится. Но это я немножечко отошел от темы, это безопасность. Давайте еще к минимализму. Я бы хотел поговорить про галочки. Вот, не знаю, как вы, но у меня в семье всегда были проблемы с установкой программ, потому что я всегда всех долбил в своей семье, говорю, убирайте галочки, когда устанавливаете себе какой-нибудь софт. Устанавливайте себе Google Chrome, например, убирайте галочки установить там какой-нибудь Яндекс.Бар или что-нибудь еще. Наверное, это невозможная ситуация, которую я сейчас описал. Хорошо, не Google Chrome, да что угодно другое. U-Torrent какой-нибудь клиент. Убирайте галочки установить Яндекс.Бар. Убирайте все галочки, потому что вам там что-нибудь поменяют. Вам там что-нибудь установят, то, что вам не нужно. На Линуксе этого нет, никаких галочек вообще. Опять же, команда, название, пароль, все, пошло-поехало. Больше ничего не установят. Установят только то, что вы пропишете, скачаете и установите. И это и есть минимализм, за который я просто обожаю Линукс. В предыдущей части этого видео я рассказывал про свободу. Обязательно посмотрите, это очень важно и, я надеюсь, будет очень интересно. И это правда я. Несмотря на то, что я там похож хрен знает на кого, это я. Подписывайтесь на этот канал, потому что будут еще части. Следующая часть будет моя любимая, про кастомизацию. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте или где-нибудь еще по ссылкам. Пишите ваши вопросы, если у вас они есть. Я попробую ответить или помочь кому-нибудь с чем-нибудь. Ну а с вами был Долгов, пока, друганы. Субтитры сделал DimaTorzok